Всем привет! Большое спасибо, что вы все здесь. У нас здесь, видите, немножко получилось так, что количество желающих достаточно большое, и поэтому где-то что-то, может быть, не совсем получилось идеально. Но в тесноте да не в обиде. Я рад, что у нас такой большой интерес к этому событию возник, что вы все пришли, потратили свой выходной на то, чтобы пообщаться. Наверное, с кем-то мы с вами знакомы по чату заочно и так далее. Подходите ко мне, пожалуйста, говорите, это вот я, давай поговорим. Я с удовольствием со всеми пообщаюсь. Есть ребята классные, которые тоже админят наш чатик, они тоже любят общаться по поводу нашего сабжа и так далее. И сейчас у нас с вами на самом деле будет небольшое задание. Но все вы знаете, что у нас получается первый митап в России по свилту, и он такой весь классный, прикольный. И на самом деле не только мы с вами об этом знаем. У нас есть еще замечательный Рич Хэрис, который на самом деле тоже знает о нашем митапе. И, собственно, он хочет вам сказать парочку слов. Hey there, it's Rich, coming to you from the Microsoft headquarters in the middle of New York City. There's no windows in this room, so you're just going to have to take my word for that. It's the fourth Svelte Society New York. It's been really incredible to watch the growth of the Svelte community in Russia, and it's awesome that you're having your first meetup under the leadership of Pavel and others in the community. So, I just want to say from everyone here to everyone there, привет! 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 Можно похлопать Рич Хэрису? Так вот, возникла идея, да, раз уж нас тут так много, и мы все такие красивые, вот, я думаю, что мы можем записать ему некую ответочку, то есть, наверное, попросим вот нашу камеру как-то обратиться в зал, я, может быть, скажу какой-то тоже привет ему, и, соответственно, в какой-то кульминационный момент, когда вас будут здесь снимать, вы тоже, так сказать, ему захололуйте, что называется. Договорились? Попробуем? Ух, так. А потом мы это видео как-то, может быть, наверное, обрежем, да, и этот ответ прям, да. Не забыть бы текст. Да-да-да. Откуда у меня лучше встать? Вот здесь нормально будет? Отлично. Давайте теперь к чему-нибудь серьезному перейдем. Повеселились. Итак, мой доклад называется, собственно, «Состояние свелта на 2020 год». Это такой прям lightning talk, поэтому я буду говорить очень быстро, да, и просто давать какую-то такую общую информацию, а какой-нибудь более серьезный, какие-то вещи вам расскажут ребята потом. Есть кто-то, кто меня не знает? Отлично. Значит, для вас. У меня тут Павел Малышев. Большинство людей в этом зале знают меня как евангелиста фреймворка SWELT в России. Собственно, я один из организаторов нашего комьюнити в Телеграме и читаю всякие там доклады на всяких разных конференциях, холи, рид, фронт-энд-конф и так далее. Начнем с того, что, в принципе, что такое SWELT, потому что среди нас могут оказаться люди, которые, может быть, не совсем в теме или не так глубоко погружены, да. Давайте быстренько расскажем. Собственно, что нам пишет основной сайт? Что это кибернетически улучшенные веб-приложения. В целом, конечно, ничего не понятно. До этого был другой слоган, да, который звучал как магически исчезающий фреймворк. Что, в принципе, тоже не добавляет понимания никакого, да. Давайте попробуем разобраться. Мне очень нравится в этом смысле вот такая цитата Рича Харриса, которую он написал в конце 2016 года, когда, скажем так, зарелизил какую-то одну из первых драфтовых версий SWELT. Собственно, что здесь написано? Мысль такая, да, основная, что вы не можете написать действительно какое-то более-менее серьезное веб-приложение на ванильном джиоскрипте без того, чтобы упереться в какую-то сложность, да. Но в то же время компилятор может сделать это за вас. Собственно, вот в этом основная идея всего SWELT, которая была там сформулирована там еще в самом начале. О чем это речь? Здесь и речь идет. Вот, когда я читаю эту фразу, мне приходит такая мысль в голову, что на самом деле мы никогда с вами ну, то есть не писали ванильные, по-настоящему ванильные джесс-приложения. Почему? Потому что, ну, как это обычно происходит, вы садитесь писать ванильные приложения, берете там дом.опи, начинаете там create элемент создавать, еще что-то, да, и там какой-то там десятитысячный строчек кода, вы такие, блин, уже что-то сложно, надо хелперы написать. Ну, то есть, как бы нам надоел один и тот же код писать, да, давайте вынесем это дело в хелперы. Вот, потом вы выносите в хелперы, потом в классы, потом в абстракции на этими классами, крутите там dependency ejection, и что-то это. И в итоге, когда ваш проект закончен, вы получаете что? Свой фреймворк, в принципе. То есть, ну, никакой нормальный человек не сможет написать на, действительно, там ванильных конструкциях только большое приложение. Это сложно поддерживать и так далее. Хотя, с другой стороны, свой фреймворк поддерживать тоже сложно, потому что у него нет документации и так далее. И поэтому, на самом деле, мы все с вами пишем фреймворк, так или иначе. Что же нам дает Svelte? Svelte нам дает возможность писать, действительно, ванильный код, итоговый, да, в то же время он является поддерживаемым за счет того, что мы пишем все-таки, ну, то есть, непосредственно наш source код это код, похожий на код фреймворка. Как это работает конкретно? Вот есть наш исходный код, который, в принципе, ничем не отличается от любого другого фреймворка. React, Vue и так далее. Вы пишете на каких-то соглашениях, да, каких-то абстракциях, так или иначе. Визуально это выглядит все то же самое в связи с документацией, есть какие-то методы и так, средства этого фреймворка, который вы используете. Далее происходит компиляция, собственно, этого исходного кода в ванильный код, который уже лишен этих дополнительных абстракций, которые максимально таргетированно делают то, что вы описали в своем исходном коде и ничего лишнего. Важно понимать здесь две вещи. Первое – это то, что ваш исходный код – это очень высокоуровневый и очень декларативный код, что позволяет вам иметь хороший developer experience, что позволяет иметь вам хорошую поддерживаемость этого кода. И в то же время на выходе вы получаете очень низкоуровневый и очень императивный код. А императивный код – это то, как работает наш браузер. То есть все браузеры на API – это очень императивные вызовы метода. И вот это вот Svelte, в принципе, превращает правую часть в левую часть, в правую. И все. Это основная идея. Немножко о том, что умеет Svelte. То есть, собственно, фичей довольно много. Здесь присутствует все то, что там знакомо всем людям в React и так далее. То есть у нас компоненты, есть эффективный рендеринг, life cycle, хуки всякие разные, директивы, хелперы, шаблоны. Есть вещи, которые не присутствуют, как правило, в других фреймворках. Например, это анимации, изолированные стили, переходы и так далее. Вот есть из коробки поддержка серверного рендеринга и даже веб-компонентов. Немножко, скажем так, статистики. Вот недавно вышел State of JS 2019, и там Svelte наконец-то занял свое почетное место в стане, так сказать, большой тройки фреймворков, чего раньше не было. Более того, по критерию интерес он занял лидирующую позицию, то есть в 2019 году это был самый, тот фреймворк, которым больше всего интересовались из тех, кто прошел опрос. Он занял второе место, в том числе по, скажем так, такому критерию, как удовлетворенность. То есть люди попробовали и они удовлетворены. В принципе, React тут валидирует, но и с небольшим отрывом. Angular там тот же, Ember там вообще какие-то плохие показатели, то есть люди берут и не совсем довольны тем, что у них получилось. И вот где мы сейчас пока что отстаем в данный момент, и то, что я пытаюсь исправить, это узнаваемость и вообще то, как люди, ну сколько людей о нем знают в принципе. Да, тут, к сожалению, Svelte из-за того, что он появился совсем недавно и был включен в эту выборку только в 2019 году, он, к сожалению, на последнем месте. Но мы с вами пытаемся сейчас в том числе это исправить. Немножко по показателям роста. То есть у нас в данный момент более 30 тысяч звездочек на GitHub. Это был супер рост просто за 2019 год. Если в начале года там что-то было чуть больше 10, что ли, тысяч звездочек или даже меньше, то вот за год там в несколько раз. И в общем, в целом и доунлоуды, и все, и звездочки, они показывают то рост примерно 500% за 2019 год. То есть резкий рост интереса. Немножко по ряду к системам. Собственно, то, что всегда предъявляют молодому фреймворку, у вас как бы мало всего, да, и так далее. И как бы, как же нам писать на этом приложение? На самом деле у нас есть уже довольно много всего, так как свой этот компилятор, он может расширяться с помощью препроцессоров, то есть неких инструментов, которые перед этапом компиляции делают какую-то работу. У нас есть препроцессоры, в принципе, для всех там CSS-ных вещей, для кофе-скрипта, для всяких стилей и шаблонов. В том числе есть препроцессоры для тайп-скрипта, о котором, так сказать, так больно говорить часто. Но, к сожалению, это такой частичный саппорт. Есть там свои проблемы пока что в виде конфликта двух компиляторов. Также в нашей экосистеме есть Сапер. или там Svelte App Maker. Значит, это Application Framework надо UI Framework им Svelte. То есть, если в этой градации рассуждать, то Svelte это UI Framework, который отвечает за организацию UI-слоя, а саппера это Framework на его основе, который позволяет вам организовывать приложение. Это очень простой Framework. В принципе, по большей части его следует использовать для чего-то вроде сайтов, конечно же. То есть, если у вас какое-то очень сложное приложение, с какой-то очень кастомной логикой, возможно, он вам не подойдет. Но вот то, что из моего опыта, и тут есть ребята, которые будут рассказывать про Saper, на нем собрать вот какое-то такое более-менее простое приложение, не замороченное, скажем так, с какой-то кастомной логикой, просто там странича, вот это все, переходы, пускай даже сложные какие-то роуты. это очень просто, и он из коробки дает очень много всяких фишек. Об этом тоже расскажут. Собственно, есть Svelte Native, это порт для Native скрипта, который позволяет делать мобильное приложение. Он еще сыроват, и, наверное, я не могу его советовать использовать в продакшене, потому что сам еще не пробовал, но он развивается и достаточно неплохо. Есть очень прикольная штука, вот я недавно, я не знаю, кто-нибудь здесь сталкивался, когда-нибудь с WebGL, и там, или там, даже, пускай, канвасом. Вот, недавно просто писали игру, и вот все решения на WebGL, которые сейчас существуют, там, Phaser и так далее, это просто ужас, честно говоря. Вот. Рич Херрис, так как он очень часто имеет дело с 3D-графикой, он придумал такую штуку. В принципе, Svelte GL это концепт, который позволяет таким же синтаксисом декларативным, как Svelte компоненты, делать вот такие вещи. То есть, это рабочая совершенно демка, там прям такие же Svelte компоненты пишутся и так далее, там есть биндинги, реактивность и все остальное, которые вот, собственно, позволяют делать 3D-шки. Это чисто пока что концепт, но мы за ним очень активно наблюдаем. И у нас есть, собственно, лист полезных ресурсов для Svelte, он находится вот на сайте Svelte Community, там собрана достаточно уже немаленькая, скажем так, библиотека всяких разных компонентов, UI-китов и так далее, роутеров, то есть, когда там еще год, полтора назад говорили, что для Svelte ничего нет, если вы сейчас зайдете по этой ссылочке, то вы приятно удивитесь, как много чего появилось. Но самое главное в нашей работе, это, конечно же, тулинг. Давайте посмотрим, что нам нужно. Во-первых, нам нужны плагины для наших бандлеров, собственно, те штуки, которые являются связующим звеном между этапом сборки, каким-то нашим, да, там, rollup или webpack и компилятором. Собственно, у нас есть официально поддерживаемые плагины для webpack и rollup и community поддерживаемый плагин для парсела. Есть и другие вещи, но это вот такие основные, как бы, те, которые постоянно развиваются. У нас есть плагины для IDE, которые позволяют организовать подсветку синтаксиса, хотя на самом деле синтаксис велоспомпонентов, как правило, это достаточно ванильный синтаксис JS и HTML. Скажем так, синтаксические, они абсолютно валидные, поэтому каких-то сильных там проблем с подсветкой не бывает. И линтеры, форматоры тоже имеются для претерии и есть линта. Недавно буквально появилась классная вещь, это Swellt DevTools, собственно, более-менее полноценная DevTools, которая позволяет также в хроме наблюдать свое дерево компонентов и так далее. Ну, как бы, тут в чем дело? Многие это просили, да, но в целом для Swelltai это не так было важно изначально, как для React, потому что в Swellt, в принципе, он работает с домом напрямую и вы всегда могли там с самой первой версии посмотреть нормальное дерево, да, и там, так сказать, более-менее понять, где у вас какие-то компоненты располагаются. Но то, что теперь появилась такая тулза, это только плюс и я и начал уже пользоваться, в принципе, она помогает. Тоже такая классная тулза для VS кода, это Swellt Intentence. Кстати, от человека из нашего комьюнити, я не знаю, может быть, он здесь есть, скорее всего, нет, это вот прямо товарищ из нашего чата писал эту штуку, она позволяет, соответственно, интуитивно, в общем, интеллектуальность привносит в наши компоненты, переходить по компонентам и так далее, в общем, вот эти процветки всякие делать, в общем, классная вещь. И это тоже из нашего комьюнити товарищ делал. Визуальная такая штука прикольная, я ее тоже использую, можно прямо на страничке в дев-режиме понаводить и посмотреть, какие компоненты и перейти на файл с этим компонентом. Мне очень часто это помогает, когда вообще я забыл уже где-то у тебя что-то там тыкнул, раз, и он перекидывает тебя на файл на нужный. Немножко, собственно, давайте о комьюнити поговорим. Во-первых, хотел сказать такую вещь очень важную, что Swellt это чисто комьюнити древен проджект, в отличие от React, у которого за спиной стоит Facebook, от Angular, у которого за спиной стоит Google, в отличие даже от Pew, у которого там тоже есть поддержка китайских в том числе корпораций. Swellt это прямо чистый комьюнити древен, поэтому все, что вам не хватает и, так сказать, надо писать самим. Так что, если вы чего-то хотите, вам что-то нужно, возьмите, пушьте это на GitHub и мы будем этим пользоваться, будем коммитить туда и issues и так далее, и PR реквесты. Собственно, какие у нас есть ресурсы? Ну, главный это основной чат англоязычного сообщества, на наш чат тоже есть ссылочка, это есть такой теперь еще сайт Swellt комьюнити, там публикуются ивенты международные, вот там какие-то готовые решения, ресурсы и так далее, тоже заходите, смотрите. И теперь немножко про наше сообщество. Наше сообщество доросло до 1400 человек, что в принципе уже достаточно неплохого показателя, я считаю. Это наиболее большое локальное сообщество вообще в мире, то есть кроме англоязычного, которое так интернациональное, наше сообщество самое большое по Swellt пишу, заходите в наш телеграм-чатик, если вы еще не там, вот, особенно те, кто меня не знает, если вы меня не знаете, то скорее всего вы не в телеграм-чатике, потому что я там постоянно что-то пишу, вот, и у нас тоже безумный рост, свет за Swellt у нас порядка 300% прироста за прошлый год. И чтобы понимать, там где-нибудь в каком-нибудь семнадцатом году, что ли, там у нас было шесть человек. Собственно, у нас есть телевизованная документация, тоже, опять же, единственное сообщество, у которого есть переведенная документация, и человек, который это сделал, есть сейчас в этом закрывается, но мы можем его ловить и обсуждать, да, давайте его похлопаем, пожалуйста, вот, такие энтузиазмы, энтузиасты всегда нужны, вот, у нас есть такой замечательный еще ресурс, тоже, опять же, человек просто собирает материалы на русском языке, доклады, статьи, вот, и так далее, просто на гитхап-соронечку свою, я не знаю, есть ли он здесь, если есть, отзовись, Леонид, нет, наверное, нету, жаль. Небольшой апдейт, сейчас китайское сообщество тоже стало переводить документацию, но у них пока как бы все сыренькое, есть просто набросок сайта на китайском языке, но сама документация пока не переведенная, поэтому пока впереди планеты всей. Еще одни небольшие достижения, за прошлый год мы заимели свой собственный хаб на хабре, чтобы это сделать, надо, так сказать, получить некую массу статей по данной тематике, и так тогда хабр выделяет это в отдельный хаб, например, по фреймвуку эмбер, которым много лет хаба нет, чтобы было понятно, да, также мы имели нормальную подсветку синтексиса на гитхабе, я в том числе занимался тем, что общался с гитхабом по этому поводу, там целая большая история, если вдруг кто-то с этим сталкивался, ну, и не сталкивался, я расскажу, это надо писать гитхаб, вы говорите, вот, ребята, у нас есть такой, значит, формат файлов, да, там, .svelte, и у нас есть правило, как их надо, соответственно, подсвечивать, добавьте, пожалуйста, они вам говорят, подождите, подождите, у нас этих уже форматов файлов просто ух, вот, давайте-ка мы вам даем тузу, которая просерчит весь гитхаб и скажет, сколько файлов реально вот с таким расширением на гитхабе присутствует, если этот показатель доходит до какого-то значения критического, что они считают, что, ну, да, наверное, стоит их подсвечивать, да, то они включают подсветку и то там через несколько месяцев они принимают этот пиар-реквест, мы все-таки добились этого, в общем, баталиями и у нас показали, что у нас достаточно файлов на гитхабе с таким расширением и у нас теперь есть подсветка. И вы удивитесь на дев и девту и на медиуме уже там за сотню перевалило статей по, если вы там посерчите по свелт, да, там на самом деле дофига всего, вот. Есть метапы по всему миру, в Нью-Йорке, там, где живет Ирич Хайлз, в Лондоне, в Амстердаме, в Вене, в Стокгольм. Здесь все не влезли и главное, сегодня у нас в Москве первый метап, с чем я всех поздравляю и добро пожаловать.